Раз, раз, раз. Кто это у нас? Я в Берлине. И это будет влог из Берлина. Я остановилась в отеле Zoom Hotel Berlin. Мне очень прикольно, когда ты едешь, заходишь, у тебя здесь как будто будут вспышки фотокамер. Такой немного арти. Отель. Конечно же, завтрак свой я пропустила, и мне пришлось взять что-то типа ланча в виде салата Цезаря с куриной грудкой дополнительной в своем отеле. После этого я пошла прогуляться по своему району и увидела мемориальную церковь Кайзера Вильген. Кстати, эту церковь практически на 70% разрушили во время проповеди в 1943 году, и на эту церковь упала бомба. Столиваясь по улицам Берлина, хочется к чему-чуть вам поснимать, я иду до исторического центра. В принципе, я в двух километрах от исторического центра буду идти вдоль парка из Берлина с зоопарком. Очень неплохие, приятные дома. Все достаточно ухоженное, но, конечно, не Париж пока что. Но я иду в сторону исторического центра. Может, там меня ждет восхищение. Пока очень похоже на Румынию, где я была осенью. Ну, короче, чтобы вы не думали, что я какая-то зажравшаяся, вроде все прикольно, но по архитектуре это совершенно другой, конечно, город. Я иду сейчас вдоль парка-зоопарка и попробую через него пройти. Радует очень. Это наличие огромного парка, такого зеленого и поглухающего, прямо в центре города. Чуть-чуть мне вот одной не сильно комфортно идти здесь. Вот тут он катается на велосипеде, и вдоль проходит такая вот дорога. Мне, кстати, быстрее пройти до старого центра по этой дороге, я, скорее всего, и пойду по ней. Потому что здесь как-то вот птички поют, но какого-то ощущения безопасности особо нет у меня. Такой вот достаточно дикий лес. Мемориал с жертвами Холокоста. Это мемориал в Берлине, в Германии, который установлен в памяти евреев и жертвах нацизма. Он находится прямо в центре города, и идеи и планы по созданию этого мемориала появились только в 1988 году. Этот мемориал расположен в центре Берлина между Бранденбургскими воротами и элементами бункера бывшего руководства, нацистской Германии. И он представляет собой такое огромное поле из более чем 2700 серых тумб. И за год, с момента открытия этого мемориала, его посетили около 3,5 миллиона человек. Бранденбургские ворота – триумфальное сооружение в центре Берлина, это столица Германии. Напоминаю, и единственные сохранившиеся из 80 бывших городских ворот и являются главным символом города. Расположены ворота в центральном районе Митте на Парижской площади. В перспективе ворот с востока на запад виднеется колонна победы. Ворота Берлинской таможенной стены были возведены в 1789 году и окончание строительства 1791 год. Бранденбургские ворота – самая известная достопримечательность Берлина и национальный символ Германии, с которым связаны важные исторические события XIX и XX веков. С этим зданием связывалось окончание Наполеоновских войн и возвращение прусских войск после взятия Парижа в 1814 году как раз через Бранденбург в Берлин. Еще одно историческое здание в Берлине, прямо около Бранденбургских ворот – это Лейхстаг. Ну что ж, мой маршрут движется дальше, и я, конечно же, как настоящий петербуржец, ну, приехавшись с Сахалина, движусь всегда в сторону воды. И я иду очень долго, гуляю по набережной и решаю сделать такой большой крюк, посмотреть на местные райончики и достопримечательности, и заглядываю в район Митте, где находится, конечно же, знаменитый бункер, превращенный и в большую квартиру владельца этого бункера, и также в галерею современного искусства. Об этом будет чуть подробнее. Билеты, возможно, купить офлайн, каждый будет распечатан, что он стоит 10 евро, но за два билета я заплатила вроде бы 36 евро. Онлайн билеты не купить, но если прогуливаться, то, в принципе, можно даже и в этот день купать на посещение, экскурсии. Она длится около двух часов, и с тобой ходит гид, и вместе, собственно, показывает и рассказывает про объекты искусства, которые находятся там, это коллекция собрания владельца этого бункера. И очень много рассказывают фактов про этот бункер, что он был и людей когда-то прятал, и сберегал, и был когда-то техноклубом, каждый этаж которого был с разным стилем техномузыки, и, в общем, много-много всего рассказывают про этот бункер. Вечером первого дня у меня был прекрасный ужин с моей подписчицей Анастасией в прекрасном итальянском ресторане. А можно тебе в свой вложик снять? Семи. Можно. Так я теперь буду знать, что у нас есть такое место. Вот такие у меня цветы красивые. Спасибо. Неожиданные подсъемы с телефона. Я из-за с ужина, что прекрасное ужин у нас с моей подписчицей, которая живет в Берлине. Она мне показала адрес супермаркета, подарила мне цветы. Я купила какие-то конфеты, ягод, и возвращаюсь с ужина к отелю. Прям первый день в Берлине. Вот в моем райончике она мне показала. Очень даже класс. Доброе утро. Берлин день второй. Поют птички. Стакон кипятка. И я иду в тренажерный зал после завтрака. Так. Время. 9 утра. Суббота. Второй день в Берлине. Я не взяла суббота вообще. Это вот что за кейти-спорт, да? Которая не взяла с собой спортивную форму. Вот у меня в нашей футболке, в наших шортах, в наших носках, буду делать лягкую силу. Ой, я и забега, на самом деле, 100 лет ничего не делала. Но в целом вопросов ко мне нет. Сижу с открытым Настей шакном. Достаточно прохладно сегодня. Ночью был дождь. Я уже сходила в тренажерный зал. И позанималась, сделала фуллбади. Сейчас жду свою подругу, которая школьная, прилетит из Милана. И прикольно. Знала, как надевала халаты, видела полотенце с обратной стороны, что это маржела для отеля. В общем, сажусь работать. Все как обычно. Сегодня будет поход в бункер в 16.30. Я купила билеты вчера. Я купила офлайн, придя в это место, потому что онлайн билетов нет. Так что сегодня будет у нас еще экскурсия. День второй. Начался у меня тоже в сторону зоопарка, в сторону парка. Я решила прогуляться и поснимать Берлин. День второй. У меня уже были куплены билеты заранее предыдущим днем на посещение бункера. И я с моей подругой Таней, которая прилетела ко мне из Милана, направились в этот бункер. Сразу скажу, что в бункере снимать нельзя. И там очень душно и мало воздуха и становится немного плохо. Поэтому, если честно, то мы были очень голодны, уставшие и решили свернуть с маршрута, не досмотреть объекты искусства, которые нам, в целом, не сильно зашли. И мы пошли обедать. Педитериан. А что у тебя вот это вот? А, у тебя, у меня, наверное, тоже это паста из... Ну, у меня... У меня просто такое... Волна, короче, такая... Жили. Вечером этого же дня нас ждал концерт для фанатов группы Депешмот. Это новый формат вечеринок, модный в Берлине, и, значит, скоро будет модный везде. Это вечеринки, которые делают в церкви. После вечеринки в церкви, конечно же, отстояли очередь в техноклуб, потому что любая техновечеринка начинается с очереди, и мы сходили в техноклуб. Вот это бы очень прилично прошел субботный вечер в Берлине. Я немножечко на балет, такое ощущение. Офигенный концерт в церкви. Новый модный формат вечеринок. Классный диджей, классная музыка. Теперь доброй ночи. Итак, сегодня воскресенье, и, оказывается, не работает ни один магазин, практически не работает ни одно кафе, и даже не работает супермаркет. Все отдыхают, гуляют. Типа это считается семейный день. Вот. Но работают ночные техноклубы. В этом весь Берлине. Я даже не знаю, с чего начать. О, это, знаешь, вот это вот не чизкейк, но выглядит меринговое что-то. Как будто бы мы пришли поесть чизкейков, а чизкейки еще не добрались до нас. Подожди, а, ты больше мой стакан. Ну, давай, давай. Мы выбираем место. Мне кажется, я сделала ошибку с этими сапогами. Мне надо было их вечером надевать, они вообще жестко беспекуют. Да? Угу. Можно я их сниму? Короче, мы ждем чизкейки. чизкейки. Спасибо. Короче, мы тут заказали еще третий чизкейк соленая карамель. Где ром? Мы не поняли? Было бы вообще круто. Но мы поняли, что он очень похож на домашний творог. Просто типа Russian чизкейк. Так ешь, ешь этот. А я попробую тот и тот. Подожди. Так, здесь случился еще чизкейк соленая карамель. Сейчас его тоже попробуем. Вот этот интересный, нежный. Это как будто творог. Самое лучшее. Это шампанское из всех чизкейков. Это мы уже поняли. Я просто фанат хороших детских площадок и как я же мать, я всегда на это обращаю внимание. Офигенная детская площадка вон там. Сейчас я вот так вот сделаю. Так. И поехали. Она очень классная. Вообще, Берлин очень зеленый город. Я его уже обозвала сочетание на подругу Таня бетонной зелени. И мы идем делать букинг на вечерний ужин. И смотри, как здесь хорошо. А еще метро наземное. Как в Нью-Йорке. Там такой вайп, такой мегаполис. Мегаполис. Так. Друзья, ну вот это хорошее. Мы в опере. Мы на опере. За Нью-Йорк будет на итальянском. Павят. Серебряный. чирс. Прикольный, прикольный шлем. Хороший креман. Смешно. Ну и конечно же знаменитый техноклуб, который мы решили посетить в этот приезд в Берлине. Вы все про него слышали. И это клуб Берхайн. Это ночной техноклуб в Берлине. И он собственно достаточно знаменитый. Когда-то считался гей-клубом. Сейчас считается таким, в принципе, нормальным техноклубом. Но, к сожалению, мы сделали вывод, что он какой-то все-таки другой направленности. И нас туда не пустил фейс-контроль. Ха. Мы ни капли не расстроились, потому что нас ждал бокальчик холодного шампанского в отеле в Берлине. Я спросил тебе, да или нет? Для тебя я спросил. Вот эти вот рубашечки. Нет. Ну, типа он пускает волчков мужчин. Хотели потанцевать и послушать музыку, но, к сожалению, к сожалению, сегодня какая-то кошачья вечеринка у мальчишек. Поэтому пьем лимонад, идем в отель пить шампайн. Заканчиваю я свой влог. Примерно вот так. Красиво, да? До новых встреч в Берлину. Пока я жду омлет и кофе, я поделюсь с вами. Я завтракаю на заднем дворе в нашем отеле. Сегодня я уже улетаю домой. Thank you. И теперь вопрос. У меня взяли кофе с молоком, ну ладно. Я заказала американу. Ну ладно. Короче, про Берлин. Вот так поставлю телефон и буду завтракать вместе с вами. Попросила взяться американу. Мне сделали кофе с молоком, капучино. С обычным молоком еще без разницы. Значит, мои впечатления о Берлине будут такими. Если у вас есть шенгенская виза и возможность куда-либо уехать, завтрак у меня. Леп с маслом, с джемом и омлет. Жду, когда приготовят. Если у вас есть какой-то город посетить в Европе, начните возможно с посещения и путешествия по Италии. Обязательно Париж. Если есть возможность получить британскую визу и съездить в Британию, Великобританию, то точно как бы да. Берлин. Как я его прозвала уже город как будто бы бетонной зелени. Интересный по еде, интересный по искусству, по музыке, но для меня как будто бы не сильно безопаснее. Я не ощущаю здесь себя комфортно. Как будто бы бедный город. если даже есть это окей. Да. Спасибо. Мне всегда здесь очень много таких родоначальников и музыкальных новых направлений. И техно, и очень много каких-то субкультур, тусовок, и постановок, и вообще много всего культурного, да, интересного по искусству. все равно и не могу сказать, что мне типа сильно это нравится. Очень сильно ощущается декаданс какой-то. Thank you. Мой скринбл. Очень сильно какое-то ощущение, да, декаданс на самом деле в Берлине. Это понятно, что городу досталось войну, и это было достаточно сложно, да, восстановить все это. Но при этом как будто бы речь идет не про толерантность, да, и про принятие там разных субкультур, разных видов сексуальной ориентации и прочее, там, не про проявление даже людей, а чуть-чуть как будто бы я здесь ощущаю себя по сравнению с Лондоном небезопасно и как будто бы чуть какую-то агрессию я ощущаю. Вот, я могу ошибаться, Берлин город контрастов, это тоже нужно понимать. И у меня такое, как бы, определенное свое восприятие реальности, а у кого-то другое свое. Нас не пустили в клуб вчера, и тоже опять какое-то ощущалось везде angry, какое-то вот ощущение, что люди какие-то чуть angry, злые. Я могу ошибаться. У меня здесь живет прекрасная, классная подписчица, но она русская. Господи, собака пришла. И Насте, большой привет. Но в целом такая штука, что по сравнению с Лондоном, который является для меня супер открытым, передовым по культуре, искусству, музыке, как будто бы Берлин мне не зашел. Как будто бы это прям окраина Лондона, чуть-чуть такая для меня страшная, устрашающая, небезопасная. Назовем это так. Но везде свои правила, я их принимаю. Я посмотрела, пожила здесь пять дней. Я рада, что я возвращаюсь домой. Я очень соскучилась по детям. Сейчас пойду в H&M, докуплю какие-то вещи, которые нужно купить детям. И счастливая, довольная, полечу домой. Надеюсь, мой влог из Берлина вам понравился. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал на YouTube. Да, у меня есть Instagram, Telegram и все такое прочее. Хочу сделать большой комплимент Берлину, что здесь реально вкусно. Я ни разу не ела ничего немецкого, я была в мексиканской, в японской, в итальянской, абсолютно как бы не немецкой кухнях, но мне очень понравилось все. То есть еда дешевле, чем в Лондоне, такая же вкусная, такая же хорошая. Мне в общем понравилось. Но я люблю, честно говоря, не фэнси такие места, где много людей сидит, это просто шумно, весело, вкусно, такое ощущение, что начинается дождь, поэтому я буду быстро завтракать и побегу дальше по делам. Спасибо за просмотр этого видео. Пока! И еще одно место, которое я смогла посетить прямо перед самым отлетом из Берлина, это Еврейский музей. Его я вам действительно рекомендую к посещению и обязательно поешьте израильской кухне. Субтитры сделал DimaTorzok